Ты не простыл, наш батюшка, а сглузду двинулся. Срам эткой в дом втащил, прости, господи. Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. На Просковью Тулупову вроде похоже. Барин на неё как глянул, так умом и поехал. Это Жазель Француженко. Я признал её по ноге. У нас в коммуналке сосед Юрка. Молодой мужик, не пьёт, не курит, с бабами не гуляет. Ну, нормальный он человек. Мы с женой, с Маснинкой говорим, давайте я с кем познакомим. Ну, давай. Он говорит, а у меня есть. Я говорю, что ж мы её не видим-то? Он говорит, а она ко мне по ночам приходит во сне. Ну, нормальный он мужик. К нему баба во сне приходит. Я говорю, и что ж она такая же симпатичная, как ты? Он говорит, даже очень симпатичная, только голая и на вашу Нину похожая. Нинка моя закокетничала. И что же она такая на меня похожая с вами делает во сне? Юрка погрустнел, говорит, ну, что делает? Приходит и нежно так говорит, дай денег. Ну, я не даю. Что ж я дураку, во сне деньги давай. Она и уходит. Тут Нинка моя говорит, а что же вы, Юрочка, женщина к вам голая приходит, на меня похожая, а вы ей денег не даёте. Может, нуждается женщина, дайте ей деньги. Может, у вас что, завяжется? Юрка говорит, что ж завяжется во сне-то? Она говорит, а вы попробуйте. Юрка до вечера ходил, мучился. Вечером говорит, всё, положу 100 долларов. Попробую. Ну, вечером я спать ложусь, а моя что-то у стены крутится, Нинка. Я думал, может, она тоже, как Юрок, ку-кул. Слышу, Юрка захрапел через стену. Моя. Халатик сбросила. И к Юрке в дверь. Шесть. Я чуть не... Я удивился жутко. Я кричу, Нин. Вдруг моя появляется в руках 100 долларов. Ну, думаю, умная девка у меня. Утром на кухне Юрка встречаем. Я говорю, ну чё, Юрок, как? Он говорит, приходила. Хап, 100 долларов. И с шастью убежала. Вот даёт. Тут Нинка моя, ну, не дура. Она говорит, а может, вы мало положили, Юрочка? Женщина ж нуждается. Может, вам больше положить? Юрка подумал, чем мог. И говорит, а я 200 долларов положу. Выположил, дурак. За три дня мы с него долларов 500 взяли. Ну, уже думаем. Купим, значит, обязательно холодильник новый. Да? Сахарный мешок. У меня туфли хорошие. Ну, Нинке там вообще обязательно, что же она девка совсем без обуви. Вот. Тут Юрок на кухню входит. И как загорёт, всё понял, говорит, всё. Ни в каком сне она ко мне не приходит. Это наяву. Я, честно, чуть не... Я говорю, ты чё, несёшь-то? Он говорит, это привидения у нас в доме появились. И у честных людей доллар отнимают. Ну, я им покажу. Ну, плюнули мы на него. Чё, человек не в себе. Пошли, ложимся спать. Беседуем, как деньги ещё использовать. Вот. Тут дверь открывается. И Юрка. Слышь, страшный такой. Входит. Хорошо не голый, в трусах. И мимо нас. Прошёл к телевизору. Поднял его. И к себе понёс. Я чуть не... Я просто удивился жутко. Слышь, я кричу, ты что, Юр... А потом думаю, телевизор-то у нас дешёвенький. Долларов сто стоит. Думаю, всё равно он в плюсе. Говорю, не давай спать спокойно. Тут опять дверь открывается. Этот... Он как... Прямо к кровати под... Нинку на руки. И к дверям. Я честно, ну, совсем... Думаю, что ты... Сумасш... Я-то ж... А потом думаю... Телевизор сто долларов. Говорю, Нинка больше 50 и не стоит. Всё равно я в плюсе. Повернулся на другой бок. И закрабел чёрт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ